С 8 июня подмосковные стационары начали постепенно переходить от работы в условиях коронавирусной изоляции к плановой госпитализации пациентов. Больницы Московской области, которые полностью не перепрофилировали под лечение COVID-19, уже начали возвращаться к привычному режиму работы. В Сергиево-Посадской районной больнице ситуация сложнее. В стационарах РБ все еще находится 425 пациентов с подтвержденным коронавирусом, 33 из них в реанимации. И хотя ситуация стабилизируется, в больницу ежедневно привозят новых ковидных пациентов. Олег Дмитриев, исполняющий обязанности главного врача РБ, отмечает, две трети больных коронавирусом в районной больнице не из Сергиево-Посадского городского округа. Но пока прогнозировать, когда именно работа стационара вновь вернется в привычное русло, очень сложно. На фоне уменьшающегося потока заболевших и, соответственно, уменьшающегося потока пациентов, нуждающихся в стационарном лечении, идет нарастание чистых стационаров и уменьшение ковидных стационаров. Поэтому куда-то эти пациенты, которые все-таки еще есть и нуждаются в лечении, должны быть госпитализированы. Плохо это или хорошо, но это уже случилось. Я имею в виду то обстоятельство, что мы такой большой инфекционный госпиталь по сути лечения коронавирусной инфекции. Поэтому мой прогноз, мои ощущения, что наше учреждение, ну, наверное, будет уж точно не в первой волне тех учреждений, которые переходят на обычные рельсы, ну, то, что называется, доковидной мирной жизни. Как быстро произойдет и наше переформатирование на привычный для нас доковидный уровень, наверное, сейчас не скажет никто. Все это будет зависеть от темпов снижения заболеваемости, хотя уже отчетливый тренд на снижение заболеваемости есть. В лечении больных ковид-19 не был задействован детский корпус в больничном городке на Новоугольческом шоссе. В первой неделе он выполнял роль обсерватора для врачей, сейчас пустует. Именно это здание и откроется в первую очередь. Там заработает педиатрическое отделение и офтальмология. По новым требованиям перед открытием больницы должны соблюсти несколько условий. По распоряжению Минздрава о временном порядке плановой госпитализации сам механизм, сам алгоритм усложнился. И мы должны организовать в корпусе фильтры-боксы для приема пациентов плановых. Мы плановых пациентов должны из этих фильтров-боксов, где после осмотра термометрии и взятия у них мазков на ПЦР, должны на сутки перемещать в изолят, организованный там же в корпусе. И в течение суток мы должны ожидать получения результата ПЦР и только при отрицательном мазке мы можем уже пациента перемещать из изолятора в отделение для оказания уже инопланной медицинской помощи. В распоряжении РБ в ближайшее время появятся две мини-лаборатории для ПЦР-анализа на коронавирус, с помощью которых результаты теста можно будет узнать за сутки. Их и планируют использовать для экспитализации больных. После открытия детского корпуса начнет работа онкологическое отделение. Здание также не было задействовано в борьбе с коронавирусом. Там начнут принимать больных для проведения химиотерапии. На следующем этапе, сроки которого пока сложно спрогнозировать, заработают все остальные отделения. Больных с подтвержденным ковидом будут класть только в инфекционный корпус. И, по словам Олега Дмитриева, сделать это будет возможно только после уменьшения входного потока больных до возможности корпуса. При этом, так называемые легкие койки для пациентов с легкой формой коронавируса останутся в стационаре на рабочем поселке.